Новая атака коронавируса. Европа страдает, Азия восстанавливается. Андрей Николаев на ukraina.ru за 20 октября 2020 года. В Европе бушует пандемия коронавируса. Страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона быстро восстанавливаются. При этом на Земле остается, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, около полутора десятка стран, где COVID-19 официально нет. На этой неделе страны Европы одна за другой заявляли об очередных антирекордах. Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась и в тех государствах, которые первая большая волна пандемии обошла стороной. Слово «локдаун» звучит все чаще, и все чаще политики заявляют, что очередной изоляции экономика просто не переживет. Правительство Ирландии приняло решение поднять до максимального значения уровень эпидемиологической опасности в стране, а также ужесточить карантинные ограничения. Об этом по итогам состоявшегося в понедельник заседания правительства сообщил телеканал «РТАЙ». Кабмин принял решение на фоне роста числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также в связи с ростом числа пациентов в палатах интенсивной терапии. Новый пятый уровень эпидемиологической опасности начнет действовать с нуля часов среды 21 октября и продлится 6 недель. Среди прочего, барам и ресторанам разрешат работу только на вынос. Небольшие магазины и парикмахерские будут закрыты, при этом школы пока остаются открытыми, разрешены и строительные работы. Ирландцы смогут встретиться с друзьями, например, во время занятий спортом на открытом воздухе, но не далее, чем в 5 километрах от дома. Разрешено проводить свадьбы, однако ограничено число приглашенных гостей – не более 25 человек. По прогнозам, после 6-недельного локдауна в Ирландии число новых случаев к середине декабря сократится до 50-100 в день. Без карантинных мер останется на уровне 1000 случаев в сутки. Такие жесткие меры чиновники объяснили на конкретном примере. Они отследили контакты заболевшего ирландца, который, как выяснилось, всего за 3 дня заразил 56 человек. Мужчина нарушил карантин, который должен был соблюдать после возвращения из-за границы. Однако далеко не все в Европе согласны с новыми ограничениями. Так, владельцы ресторанов и кафе в Бельгии собираются подавать в суд на правительство. Общепит закрыли на месяц, и в отрасли решения называют дискриминацией. По большей части из-за того, что весной на карантин ушли все, а значит страдает только ресторанный бизнес. А компенсация в 3000 евро не покроет убытки. В Британии центральные власти уже неделю уговаривают администрацию Манчестера вести жесткий карантин из-за резкого роста числа заболевших. Умерие считают, что это нанесет непоправимый ущерб экономике. В итоге стороны пришли к тому, что ущерб нанесен всей системе здравоохранения. В городе вот-вот закончатся свободные места в больницах. Власти Навары, автономной области на севере Испании, объявили, что полностью закрывают въезд и выезд в регион, чтобы остановить распространение коронавируса. Въехать и выехать из Навары смогут люди, которые едут по работе, из-за учебы, ухода за родственниками и других неотложных случаев. Ограничения вступят в силу в полночь 22 октября и будут действовать в течение 14 дней до 4 ноября. Ранее о новых антиковидных мерах объявили и в других регионах Испании. Так, в автономной области Кастилия и Леон сообщили, что закроют города Бургос и Аранда-де-Дуэра. В Арагоне решили ограничить число посетителей в барах и запретить ночную продажу алкоголя в магазинах. А в Каталонии запретили круглосуточным компаниям работать с 22.00 до 7 утра. На прошлой неделе Франция вела комендантский час в больших городах, закрыла бары и рестораны. Итальянские доктора жаловались на растущее давление на больницы, а Чехия закрыла школы. Ангела Меркель предупредила о надвигающейся катастрофе в Германии, а Великобритания мечется между хаосом и экономическим кризисом. В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе все совершенно по-другому. В Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Тайване и Таиланде быстро восстанавливается экономическая, культурная и спортивная деятельность. В Индонезии, Малайзии и на Филиппинах уровень заболеваемости все еще высок, но пики удалось сгладить. Даже китайский город, где коронавирус впервые появился в прошлом декабре, переживает стремительное возрождение. На прошлой неделе члены Уханьского филармонического оркестра выступили на первом с января. В фестивале классической музыки уханьская женская команда по футболу выиграла национальный чемпионат. Отданный под больницу стадион вернулся к своему изначальному предназначению. 7,5 тысяч фанатов уже посмотрели там баскетбольный матч. Не удивительно, что Китай смог справиться с вирусом, ведь это коммунистическая диктатура. Так на Западе обычно объясняли происходящее. Между тем, Европа оказалась в состоянии войны с самой собой. Из-за всех этих споров о том, работает ли карантин, стоит ли носить маски, открывать школы и закрывать границы. Ну да, в Китае не думали, просто закрыли и все. Извините. В восточных странах власти пользуются большим авторитетом, отметил доктор Джулиан Тенг, клинический вирусолог Лестерского университета, работавший в Гонконге и Сингапуре. Если их о чем-то просят, то большая часть людей подчинится. В то же время на Западе протесты и споры встречаются намного чаще, считает он. Из-за этого введение какой-либо инструкции или стратегии идет медленнее, а демократический подход позволяет вирусу распространяться намного быстрее. На разницу успехов в подавлении вспышек пандемии влияют не только разные политические системы. В страны этого региона не раз приходили новые смертельно опасные вирусы, поэтому там лучше подготовлены к негативному развитию событий. Опыт SARS, тяжелого острого респираторного синдрома, впервые появившегося в Китае в 2013 году, примечание редакции, повлиял на скорость, с которой были приняты меры для сдерживания нового вируса, считает профессор Шон Гриффитс, британский эксперт в области здравоохранения, который проводил исследования SARS в Гонконге. После эпидемии SARS в Азии стало популярным массовое использование масок. В Гонконге мгновенно закрыли границы для въезжающих, ввели обязательное тестирование и карантин. Всех, у кого результат анализа был положительный, везли в больницы, а их родственников и контактировавших пассажиров отправляли в отели. Въезжающим с отрицательным результатом выдавали отслеживающие браслеты и усердно за ними наблюдали. Медицинский журнал «Минутку» выделил несколько факторов, которые помогли китайцам, начиная с их опыта борьбы со вспышками заболеваний, до небольшого числа домов престарелых и их способности быстро нарастить производство средств индивидуальной защиты. Карантин в Ухане продлился 76 дней. Там не ходил общественный транспорт, а передвижения населения были строго ограничены. В десятках городов ввели ограничения, позволявшие только одному члену семьи выходить из дома раз в несколько дней, чтобы купить все необходимое. С самого начала Пекин очень резко реагировал на любые признаки вспышки коронавируса. Когда в октябре в Циндао зарегистрировали 12 новых случаев, власти провели экстренное тестирование всех 9 миллионов жителей. В целом Азия уже привыкла бороться с вирусными и респираторными заболеваниями. В то время как западная система здравоохранения больше ориентирована на лечение неинфекционных заболеваний, таких как диабет, хронические заболевания сердца, легких и почек, деменция и рак. В случае этих заболеваний у врачей есть время реагировать медленнее. Медики отвыкли работать в условиях крупномасштабных эпидемий и не умеют определять ситуации, когда необходим быстрый, комплексный и оперативный ответ, считают некоторые эксперты. Централизованное принятие решений послушное население повлияли на рост пропасти между Западом и Востоком в подавлении пандемии. Между тем, эксперты не сомневаются, что Запад мог справиться и лучше. Сейчас у нас есть результаты нескольких исследований с применением разных моделей. Мы выяснили, что если бы в некоторых западных странах карантин ввели хотя бы на неделю раньше, эффект был бы поразительный, рассказывает профессор Мартин Макки из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В Европе чиновники продолжают призывать граждан к благоразумию. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхови на встрече с журналистами напомнила, что при соблюдении двухнедельного карантина в связи с COVID-19 необходимо воздержаться от выхода в магазины приема гостей. Возможно, вторая волна, и вы можете быть к ней готовы. Мы должны подчеркнуть, что крайне важно изолировать случаи заражения и отправлять их на карантин их контакты. Карантин на дому в течение 14 дней означает, что вы не ходите на работу, вы не ходите в магазин, вы не социализируетесь с друзьями, не приглашаете домой гостей, сказал Ван Керкхуони на брифинге. Между тем, на земле остается, по данным ВОЗ, около полутора десятков государств, где COVID-19 нет. Это Северная Корея, крупнейшая по населению страна без зарегистрированных случаев инфицирования, а также Туркменистан. Если верить официальным данным, то коронавируса в стране нет. Однако СМИ сообщали о зараженных в городе Туркменабад. Нет официально зафиксированных данных об инфицированных в маленьких государствах в центре Тихого океана, таких как Вануату, Кирибати, Маршаловые острова, Палау, Самуа, Микронезия. Всего таких островов 12. В западном полушарии сейчас нет коронавируса только на островах Сент-Китс и Невис, расположенных в восточной части Карибского моря. Там проживает около 50 тысяч человек. И ранее было зарегистрировано 19 случаев COVID-19. Все заболевшие выздоровели. Андрей Николаев. Новая атака коронавируса. Европа страдает. Азия восстанавливается. Основния. 62.